Пешеходы, лыжники и любители скандинавской ходьбы не поделили трассу неподалеку от остановки Лесная. А потому, чтобы разгрузить на ней движение и избежать аварий, мэр города предложил установить там знаки. Озвучили на деловом понедельнике и планы на следующий год. Так, в старой части города высадится строительный десант для обустройства зоны отдыха вдоль Меликески. Далее разговор зашел об игорном бизнесе. В связи с этим прозвучало имя злополучного диско-бара «Атмосфера». Напомню, он сгорел в ноябре 2009-го. Погибло два человека. Еще 13 в числе пострадавших. Буквально пару годиков назад было. И большое удивление было ребят, когда туда зашли и почти под 40 игровых автоматов стоят. Мало того, что они погубили, мало того, что они успокоились, ничего умного не нашли. На этом месте открывает игровой салон. У них вообще с совестью, с памятью или всем отношением к обществу все в порядке или нет? Таких антигероев, по мнению мэра, челненцы должны знать в лицо и пофамильно. А потому информация о них появится в средствах массовой информации. Также на совещании о своей работе отчитался директор управляющей компании электротехников. Мэр интересовал вопрос, у каждого ли здания есть старший по дому, все ли они выбраны законным способом. Коммунальщик заверил, что выборы прошли честно. Есть сложные дома, где жительство очень активное и выставляет много претензий в отношении управляющей компании. И управляющая компания, для того, чтобы с ними не связываться, находит в части нервов железного человека больше своего и избирает туда и говорит, вот старший по дому есть, идите там разбирайтесь. Вот это категорически в форме запрещается. По рукам надо бить за это.